доброе утро с вами доктор влад я сегодня пораньше немножко так что мне сегодня надо ехать на тест будут проверять мои ноги ультразвуком смотреть откуда можно будет выдернуть вены ну сосуды короче для для шунта на сердце ну ладно я потом расскажу ну это ничего такого особенного это рутинная процедура не больно так ну давайте погода погода у нас потеплена немножко но во всяком случае потеплее днем потому что пока что плюс 5 ощущается как плюс 3 но будет 22 завтра будет 26 ну и так далее давайте новости 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 так сегодня в австралии город сидней человек с ножом напал на людей в торговом центре и вот тут фотография на фото полицейская вступившая с ним всква в схватку и обезвредившая его обезвредил вон он лежит бездыханный так интересно тут заканчивается этот пост то чего не было в крокус сити да конечно там полицейские попрятались а здесь женщина так дальше уровень воды у реки урал превысил критическую отметку на два с половиной метра так в некоторых многоэтажных районах отключено отопление водоснабжение эвакуирован перинатальный центр это детский закрыта трикотажная фабрика 5000 школьников отправлены на дистант дистанционно будут нифига себе столбы торчат вот на видео столбы причем по метру ну по два так ладно а там вода вода до крыши офигеть так дальше генконсул китая сравнил и аэропорт иркутска с автобусной станции в китайском уезде а еще он поведал что в поселке где он живет построили метро от центра до окраин в поселке в китай ну ладно так в нигер прибыли российские специалисты для обучения местных сил борьбе с терроризмом да они нам научат мало не покажется так дальше самарский министр бурцев ушел в отставку после того какой как какой-то хинштейн обвинил его в гомосексуальной связи с подчиненным нифига себе так дальше кто-то пишет до сих пор не могу поверить что гагарина отправили в космос именно в день космонавтики как же это символично но вот так вот как хотите так и понимаете вообще много пишут про гагарина было или на самом деле не было потому что вот эта капсула в которой он летел приземлилась отдельно пустая а он отдельно на парашюте приземлился там под энгельсом может быть он не летал а просто на самолете кружил над местом приземления а потом с парашютом выбросился потому что ни одной фотографии из космоса нету но тут говорят что капсула была запаянная то есть без без унок без окон а как он тогда выпрыгнул оттуда с парашютом но много чего непонятного да ладно да и якобы через некоторое время он начал болтать и поэтому погиб ну помните тогда было крушение самолета так ладно так дальше шольц отказался разговаривать с путиным до вывода войск из украины то есть навсегда так дальше о интересно ребята исполнилось семьдесят семь лет литовскому актеру театра и кино агису мотульонису давно не снимается и вот здесь фотографии ну конечно я помню посмотрите в гугле мотульонис кого он только не играл даже короля играл вообще из литвы очень много хороших актеров тот же будрайтис ну так далее ладно это кино это мой любимый конек я на него на него если сяду так и поеду а мне сегодня ехать так и ехать на тест так в оренбурге при попытке укрепить дамбу провалился асфальт в яме утонул камаз на нифига себе яма так опять уровень воды в реке урал в оренбурге вырос до 1120 сантиметров это 11 метров 20 сантиметров ой 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 так что тут то есть что направленку летчика валерия чкалова из-за доноса завели уголовное дело на но я вам говорил так россиянок не выпустили из турции в мексику девушки потеряли более 4 миллионов рублей три подруги из москвы подготовились себе шикарный 16 дневный отпуск в канкуне в мексике забронировали отель купили билеты путь приеден прилегал через стамбул однако в турции сотрудники turkish airlines отказались пускать девушек самолет какую-то инструкцию показали нельзя все вернулись в москву потеряли 4 миллиона рублей которые им никто не вернул нифига себе комментарии очевидно что эти профуры хотели сдреснуть в штаты через мексиканскую границу ну не знаю еще комментарий сорвались наташкины гастроли да рыдали всем вагоном метро так дальше россия что-то по-английски начали писать так фабрика какая-то сгорела в казани по сообщениям фабрика мебельная но как было уже давно продемонстрировано даже школы и торговые центры были преобразованы для заводов по производству оружия в россии вроде мебельная на самом деле пулеметы наверно делали так глава мвд эстонии предложил признать рпц террористической организации да правильно конечно вот тут кто-то пишет поддерживаю сам видел как секта рпц в храме деньги на войну собирает вот тут еще картинка товарищ гундяев а правда что вы полковник фсб наглая безбожная ложь я уже давно генерал это гундяй так в петербурге умный в кавычках трамвай он должен останавливаться если на путях люди въехал в толпу пешеходов есть пострадавшие умный умный да он же останавливается когда люди это же в петербурге откуда там люди так там эти орки а вот я вчера говорил внедорожник взорвался оказывается это внедорожник не просто так в москве это был перебежчик из СБУ василий прозоров сел завел двигатель взорвалось но правда он живой остался ногу повредил в больнице лежит французский актер жарар депардье совместно с ресторатором денисом ивановым открыли ресторан в новосибирске мой такой противный такой нормальный был мужик ну видимо никогда не был нормальный просто мы не за меня не замечали на ресторан так лазерное оружие великобритании dragon fire вскоре может начать уничтожать бпла в украине лазеры лазеры причем великобритания интересно я вчера специально интересовался она у них не доделано толком его надо испытывать и вот они украине дают на испытание на дальше будет будет еще лучше еще лучше интересно так лазер так норвегия передаст украине 22 истребителя f16 ну давайте какой-то депутат госсовета татарстана эдуард шарафиев предложил провести однодневную мобилизацию провести ее надо по всей стране в пятницу во всех ночных клубах и вот всех кто там всю ночь скачет отправить на сэвро причем ограничение по состоянию здоровья аннулируются так как их состояние здоровья позволяет прийти в ночь на ночной клуб их скакать там вот скачите там на на свого теперь интересно а что делать если там найдут депутатов так что еще засуха в европе европе вызвана геями и вайфа это передает царь град в россии началось обвальное падение поставок ла западных лекарства вообще их не осталось западных причем и местных как российских тоже нет потому что вот эти субстанции которые из которых делают российские лекарства в россии нет а заказать невозможно комментарии да ладно скоро подорожник подорожник вырастет так что еще мантуров какой-то мантуров это не знаю как какая-то личность советская российская на создание ракеты для полетов к луне и марсу выделят 600 миллиардов рублей да 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 упереть и можно да все равно не полетят так под луганском погиб адвокат андрея чикатило нифига себе ой так немцы все сильнее боятся войны в европе больше выступают за военную поддержку украины да поддерживают обеспокоены что в европе может произойти произойти военный конфликт так может признать произойти путин присвоил почетное звание киосаяну продюсер киосаян знаете эту рожу да заслуженный деятель искусств рф так утром 12 апреля украинский беспилотник самолетного типа в ходе атаки на белгород врезался в административное здание газпрома так хорошо но мало совбез вновь не договорился о членстве палестины в оон две трети членов комитета совета безопасности оон одобрили заявление палестинцев о приеме государства палестина во всемирную организацию в качестве полноправного члена но пять участников выразили свои сомнения а чтобы принять все должны быть согласны да нет такого государства палестина дальше российские военные суды выносят более 30 приговоров в день за побег со службы нифига себе бегут так дагестанские пропагандисты заявили что мечтают заселить многостраданные земли донбасса один из каналов российской республики дагестан снял сюжет о некоем вадиме асланове компания которого занимается восстановлением в кавычках мариуполе да там восстановишь ага да дагестанцы хотят заселить мариуполь только этого не хватало так нидерланды выделили еще один миллиард евро на военную помощь украине и 400 миллионов на восстановление молодцы так что еще и гил взорвал огромный топливный танкер талибов в кабуле нифига себе и тут заключение остается только пожелать удачи обеим сторонам и гил взорвает талибов и тут дальше болею за обе команды на что-то у меня еще так судебные приставы два месяца не будут взыскивать долги с граждан которые проживают в регионах пострадавших от наводнения да но еще не закончился ну смотри какие ласковые прям два месяца не будут взыскивать так северная часть расчленибурга но это питер осталась без света причина отключения неизвестны отключили нифига себе так сша расследует деятельность американских компаний и их 600 дистрибьюторов по обходу антироссийских санкций надо санкции накладывают их сразу обходят начали расследовать наконец-то так и последнее у меня чего вот это странно индийские спецслужбы раскрыли сеть по торговле людьми участники которые заманивали жители индии в россию предложениями работы отбирали паспорта и отправляли на войну в украине да обещают работу охранниками а затем отбирают паспорта и отправляют на передовую вот такие дела нифига себе ну в общем ребята такая обстановка с утра гуси орут вчера вчера был другой день совсем хороший вчера и белая цапля там шарилась что-то не знаю раза два или три прилетала и гуси тоже кувыркались ну в общем как-то получше сейчас учет орут летят орут ну все ребята пока собаки досыпают я говорю я сегодня рано что-то пока с вами доктор блат